здравствуйте рамис здравствуйте ваш визит студентов сразу оживил нашу внутреннюю жизнь этого центра мне очень любопытно откуда вы узнали о нашем центре нам понравился ваш коллектив молодой энергичные которые достиг каких-то успехов связи с тем что азербайджан очень стремительно интегрирует европу даже получил награду такую за это за стремление воссоединение с европы есть такая награда я даже ее не успел получить приехал сюда теперь мы увидим переписку что когда ее получить на каком-то очередном заседании европейском заседании в какой-то стране и вот этот коллектив ваш молодой мы начали ее с одним из ваших сотрудников это с индрой мы с ней договорились что она мне пошлет информацию полную и мы начнем над ней работать и вот до сих мы работаем уже не только с индрой но и с другими совсем коллективом также мы слышали что такие же похожие учебные программы уже делали с другими странами до такими как уже великобритания германия турция и франция и даже франция так может быть может или вы сравнить наш центр с этими центрами в европе во первых нам немного легче с вами работать потому что вы тоже владеете русским языком русскоязычная да наша цель конечно изучить английский авиационные английские потому что в авиации этот язык это первое ваше преимущество второе в тех коллективах все-таки ну так будем говорить они не такой молодой коллектив как у вас спасибо конечно английский язык очень важен в мире авиации мы все это знаем что даже есть большая необходимость постоянно совершенствовать знания а почему вы все-таки решили провести эти курсы за границы привести своих студентов вы знаете у нас тоже организовываются курсы но у нас нет такой обстановки после вне классного обучения они тоже начинают разговаривать на родном языке или на русском за границе уже сама атмосфера и люди стараются друг друга понять поэтому они начинают говорить на нескольких языках а общем у них начинается являться английский язык потом интеграцию европу это не означает только язык это и культура это и знания и множество других фактов поэтому мы стараемся во первых эти стандарты евро стандарты внедрить в себя тоже год один раз лучше увидеть чем 10 раз услышать так как раз и вопрос вам вот студенты уже один месяц учились да и довольны ли они этими знаниями которые они получили и каких результатов вы ожидаете результатов мы ожидаем следующие у вас есть такие тренажеры которых у нас нет мы занимались пожаротушением у нас такого тренажера нет ну правда у нас есть суперсовременные 4 тренажера которые позволяют выполнять другие операции во вторых некоторые студенты уже двое изъявили желание учиться продолжить обучение у вас в академии но это связано с некоторыми трудностями которые мы в дальнейшем обсудим и у нас политика такова чем больше наших студентов будут обучаться за рубежом в развитых ну в странах по этой программе авиационной так далее тем лучше будет для нас и для них в частности как раз я уже слышу и вижу и надеюсь что все таки мы будем сотрудничать в будущем и по-вашему будет ли наверное какие-то другие проекты которые мы можем совместно делать да да есть уже какие-то планы на будущем да значит мы хотели бы чтобы это обучение прошло непрерывно то есть наши некоторые сотрудники получат от вас задания на несколько месяцев вперед которые будут выполнять самостоятельно потом в режиме онлайн в skype и так далее буду с вами консультироваться и дойдя до какой-то уровня кондиции они я думаю мы их пошлем сюда на дальнейшее обучение пока что мы построили такую вернее строим программу такая программа да такая программа есть уже хорошо ну что ж учеба учебой все таки слышали что вы не только интенсивно ваши студенты здесь учились но еще активно проводили время после уроков какое впечатление оставил вильнюс наш вот здесь я должен как руководитель этой группы выразить свою признательность и благодарность студентов чтобы ваш молодой коллектив понимая интересы молодых студентов достаточно очень хорошо организовывать их досок и всякие поездки и в тракай и каунас и друсконикайте вплоть до того что даже ближайшие зарубежные страны туры мы пользуемся вашими услугами за это я приношу вам от имени своего имени и имени студентов большую благодарность можете рассказать чуть-чуть про авиации в азербайджане сложно ли стать пилотом вашей стране и много ли молодых людей стремится к этому молодых людей достаточно много стремится но у нас в начале происходит ну отбор физического здоровья потом психофизиологической совместимости знание английского языка а потом экзамены на общем основании видите ли стать пилота надо пройти достаточно хорошую школу для этого у нас создалась очень хорошая база а может вы узнали какие-нибудь интересные факты про литовский авиацию чтобы у вас удивило ну во первых я как сказал у вас есть такой тренажер противопожарные которые конечно нас чем он нас удивил дело в том что он подходит не только для авиации но и для железнодорожного транспорта так далее а у нас в академии как раз открылись пять новых железнодорожных специальностей то есть у нас как бы авиационной академии и наземные транспорта есть специальности ну так что аромис искренне говорю было очень приятно приветствовать вас в нашем центре и как ваши студенты уже подходят концу будет сдавать экзамены так после экзамена мы наверное проверим будем поговорить с английском шучу конечно большое спасибо за приятный разговор и до скорой встречи я также вас благодарю мне очень понравилось то что страна литва переводится как литус страна дождей а столица вильнюс как вильню это ливень в центре как говорится ливня это вильню столица и действительно вот это освежающая прохлада солнечность люди очень доброжелательные всегда помогут ответят и так далее это конечно отразилось на наших взаимоотношениях культура и так далее все это сказывается между народами и и и и и и и и